Привет! В данном видео я расскажу тебе об одном из инструментов, благодаря которому ты сможешь решать целый спектр 17-х задач менее чем за 10 минут. Итак, рассмотрим реальную жизненную ситуацию. Ты пришел в банк и положил на депозит 1000 долларов. Депозит – это вид вклада, соответственно, на который начисляются проценты. 1000 долларов под 10% на 4 года. Ну вот ситуация. Вопрос достаточно банальный. А сколько же будет денег в конце? Ну, во-первых, когда дело касается процентов, нередко в школе сразу начинают говорить. Так, пропорция. Пропорция уместна, когда у нас 1, максимум 2 года. То есть, когда мы плаваем на берегу. Когда выходим в открытое плавание, то уже пропорции не порешаешь. Не будешь же 4 раза писать пропорцию. А если смасштабируем задачу не 4 года, а 10 лет, то уже все это рассыпается. Да и подумаем, что же тогда делать. Итак, под 10% что это значит? То есть, вначале у нас было 100%, стало 110%. Ну, а мы понимаем, процент это просто специфичные названия для 1 соты. 1% это 1 сотая. То есть, у нас стало 110 сотых, то есть, 1,1 от того, что было. Сразу привыкаем работать с коэффициентом. Если зарплата была 1000 долларов, 13% скинуть в подоходный налог, значит умножить на 0,87. Накинуть 10% умножить на 1,1. Что же тогда у нас получается? 1000 умножить на 1,1. Первый год. Далее, у нас уже в банке лежит вот эта сумма. И на нее начисляется 10%. Это называется вклад с капитализацией. То есть, проценты остаются вложенными в банк. Вложенными в проект. Соответственно, теперь мы вот эту сумму уже берем за 100% и увеличиваем ее. Умножаем на 1,1. Два года прошло. Третий год. Умножаем на 1,1. И, наконец, четвертый год. Заметим, что скобки здесь носили косметический характер, чтобы проиллюстрировать процесс мышления. Что вот у нас кусок, на который мы накидываем следующие 10%. Что же тогда получается? Убрали скобки. 1 и 1 в четвертой степени умножить на 1000. Победа была близка, но оказалось, что все не так просто. Нам необходимо возвести 11 четвертую степень. Можно, конечно, закатать рукава и посчитать столбик. Но есть определенный прием. Вот есть треугольник Паскаля. Вообще, конечно, то, как мы его сейчас будем использовать, это не совсем канон. Канон треугольник Паскаля иллюстрирует коэффициенты при бинамиальном разложении. Ну, нам это сейчас вообще ни к чему. Смотри, по краям идут единички. Ну, логично, треугольник, да, он визуализируется. Теперь смотри, 1 плюс 1 это 2, 1 плюс 2 это 3, 2 плюс 1 это 3, 1 плюс 3 4, 3 плюс 3 6. То есть, каждое следующее число это сумма двух стоящих над ним. Ну, дальше, если начать писать, это будет 1, 5, 10, 10, 5, 1. Но дальше нам не нужно. И дальше вот эта функция, его уже пропадает, это работает до 4. Но в ЕГЭ чаще всего встречается именно 10%, а вклад более 4 лет не встречался за все года ни разу, потому что тогда уже вычисления становятся совсем громоздкими. Итак, смотри, какую интересную закономерность сейчас ты увидишь. Что такое 1? Это 11 в нулевой. 11, 11 в первой. 121, 11 в квадрате. Это, соответственно, 11 в кубе. Это 11 в четвертый. Вот смотри, мы получили 11 в четвертый, практически, вообще не напрягаясь. Вот этот треугольник, он пишется, ну, буквально, там, не знаю, за секунды. Более того, что написав его пару раз, применив задачи, то вот эти числа уже становятся как-то родными и знакомыми. И это вычисление, которое вшито в фактически каждую вторую ЕГЭшную задачу, становится для тебя проходным. Ну, то есть, что получается? Ответим на вопрос нашей задачи. Вот наше страшное число. 1, 4, 6, 4, 1. Ну, 14, 641. И у нас на 4 единицы, 4 позиции сдвинулось из-за десятичной дроби. То есть, у нас получилось 1, 4, 6, 4, 1 умножить на 1000. Ну, теперь сдвигаем на 3. Вот столько денег будет лежать у нас на счету через 4 года. Только что ты видел один из инструментов, благодаря которому получаешь, во-первых, резкое ускорение решения, а во-вторых, вероятность арифметической ошибки становится значительно меньше, потому что здесь фактически ошибиться-то просто уже негде. Переходи по ссылке проекта 80 баллов. Там в открытом доступе лежат мои разборы 17-й задачи. Там разобраны все типажи, все подводные камни, которые встречаются в 17-х задачах. Посмотрев этот раздел, ты будешь уверен решать любую экономическую задачу. До встречи на следующих видео.